Волошин и его кимерия. Часть вторая. Максимилиан Волошин. Поэт и художник, по сути, создавший миф Коктебеля в русской литературе 20-го столетия. Мифологизированный образ Волошина так или иначе появляется в стихах почти всех его гостей. И у этого образа есть общие узнаваемые черты. Львиная грива, повадки фавна, изобилие волос и сильное тело. Это все было вдохновлено не только внешностью поэта, но и мифом, который он сам создавал вокруг себя. Я полуднем объятый, точно крепким вином, пахну солнцем и мятой, и звериным руном. Плоть моя осмуглела, стан мой крепок и тук, потом горького тела, влажный мускулы рук. Руно – это отсылка к легендарному путешествию древнегреческого героя Ясона, прибывшего именно к этому берегу Черного моря в поисках волшебного животного с золотой шерстью. Образы фавна Геркулеса возвращают нас во времена Древней Греции, когда эта часть Крыма считалась крайней точкой земли, царством Аида. Сам Волошин и его гости, вдохновленные природой Коктебеля, часто прямо или косвенно обращаются к фигуре и странствиям знаменитого Одиссея. Согласно легенде, в конце своего путешествия герой Гомера должен был отправиться в царство мертвых, страну Асфадели, то есть в Восточный Крым. Подобно Одиссею, Волошин оказывается в конце своего кругосветного путешествия в Кимерии, древнем загадочном королевстве, имя которого упоминается в трудах греческих авторов. Волошины занимала история Крыма. В своих этимиологических изысканиях он возводит название Кимерия Кремлю. Крым, Кимерия, Кермен, Кремль. Всюду один и тот же основной корень КМР, который в древнееврейском языке соответствует понятию неожиданного мрака, затмения и дает образ крепости, замкнутого места, угрозы и в то же время сумрака. Кимерийцы и тавры, об истории которых неизвестно ничего достоверного, несомненно строили города и крепости и имели обширные поселения и в глубоких бухтах Трахейского полуострова и на берегах Босфора Кимерийского и в широкой улитке Феодосийского залива. В последующие века и тысячелетия в Крыму жили скифы, греческие, римские, византийские и готские колонисты. В 13 веке полуостров заняли генуэзцы и венецианцы. Несколько веков здесь просуществовало сильное государство крымских татар. Так следы разных эпох, наций и цивилизаций, сконцентрированные на небольшой территории, открывают перед путешественником мир далекий от традиционно русского культурного воображения. Это единственное место, где степь встречается с морем, а восток с западом не по принуждению, как в Петербурге, а по своей воле. Волошин, понимая сущность этой земли, стал практически олицетворением ее духа. В своей жизни и искусстве он стремился к максимальному единению с природой, которая, в свою очередь, как будто бы предсказывает рождение поэта. На одной из скал Карадага видится его профиль. Марина Цветаева описывает его так. В злобе горы. Пишу и вижу. Справа, ограничивая огромный Коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Головоспящего великана или божества. Коктебель открыт всем ветрам и морю, что, возможно, означает и его открытость внешним силам, движению истории, шуму времени, революция, смены режима, войны. Дом поэта оставался островком стабильности среди исторических потрясений начала 20 века. Даже во время гражданской войны он продолжал принимать путешественников. Сам Волошин и жизнь его дома находились в непрерывном движении, готовым охватить своим существом и творчеством каждую деталь окружающей природы. Вся первая половина моей жизни была посвящена большим пешеходным путешествиям. Я обошел пешком все побережья Средиземного моря и теперь акварели мне заменяют мои прежние прогулки. Это страна, по которой я гуляю ежедневно, видимо, естественно, сквозь призму Кемерии, которую я знаю наизусть и за изменением лица которой я слежу ежедневно, пишет Волошин за два года до своей смерти. По его словам, отправиться во внутреннее путешествие можно и не выходя из дома. Выйдя на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерший ладонь, солнце, вода, облака, огонь, все, что есть прекрасного в мире. Равновесие между движением и созерцанием, между временем и пространством, между безмерностью и завершенностью. Это и есть Коктебель и его образ в творчестве Волошина. Вслед за знаменитым кемерийцем это равновесие видели и пытались отразить в своих работах те, кто писал и пишет о Коктебеле. Так миф о легендарном месте зажил своей независимой жизнью. Но рождение и развитие этого мифа стало возможным благодаря проницательности Максимилиана Волошина, хранителя этой страны на берегу Черного моря. Субтитры создавал DimaTorzok